Всем привет, с вами Гопс, и сегодня я расскажу вам про такую игру, как Скетч. С самого начала он дает только одно оружие, это то ли пистолет, то ли пулемет, который имеет бесконечное количество патронов. Изначально некоторые противники вообще безобидны, они тебя в принципе не замечают, такие как зомби, потом они уже начинают более агрессивные, агрессивные и так далее. Есть противники, похожие на кака-демонов, есть противники, которые похожи на кибер-демонов. В общем, разработчики очень старались повторить Doom, прям очень сильно. То есть есть рывок, нет крюка-кошки, может быть я до него просто не дошел, или в демке его нету, и с разнообразием оружия. То, что я лично нашел, к сожалению, мало, а то, что показывают в трейлерах, ну штук 5-6 единиц в игре все-таки есть. Также есть момент, который немножко напрягает, я в игре не увидел точек сохранения вообще. Может быть я просто не дошел до них, может быть еще что-то, но количество врагов просто поражает. Тебя закидывают толпами врагов в коридорах, с одной стороны это неплохо, то есть толпы врагов в коридорах, это значит их можно легко расстрелять, с одной стороны. С другой стороны их настолько много, что иногда ты банально не видишь, откуда по тебе стреляют. То есть ты мог начать воевать там с одной толпой, а оказывается где-то с жопы появились другие. Вот это на самом деле частая проблема в этой игре. Я стартовал первый уровень, ну раз в 12 наверное точно, чтобы пройти чуть дальше. И тем не менее пройти я смог, но вопросов много. Плюс ко всему в игре есть очки, которые подсчитываются в конце уровня. В целом можно сказать, что проект неплохой, но уж очень сильно пытается быть похожим на Doom. Не знаю касательно того, когда его выпустят, не знаю касательно того, сколько он будет стоить, но в целом если он будет дешевенький, поиграть в него можно будет. Ну а на сегодня это все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, пишите комментарии, я все читаю. Ну и конечно не забываем самое главное, пьяный гоблин должен оставаться пьяным. Всегда. До свидания. До свидания.